Здравствуйте! Вы на канале 7дачи. С вами Татьяна. Сегодня я провожу первую весеннюю подкормку для садовых лилий. Как я это буду делать и чем я буду подкармливать, я вам сейчас все подробно покажу и расскажу. От полноценного развития луковицы лилии зависит наращивание зеленой массы в весенние и летние месяцы, формирование бутонов и цветения, подготовка растений к новому периоду. Все это возможно только при полноценном питании подземной части культуры. Здоровая и сильнокорневая часть цветущего растения будет только при своевременном внесении подкормок. Первый раз удобрение рекомендуется вносить в прогретую землю. В это время лилии должны подрасти примерно на 10 см в высоту. Более ранние подкормки вносить бесполезно, потому что луковицы еще не готовы к питанию. Италые воды, скорее всего, унесут все удобрения с собой. Для полноценного роста и развития лилии в течение всего летнего периода рекомендуются такие варианты весенних подкормок. К примеру, на 10 литров воды берется 1 столовая ложка аммиачной селитры или 1 столовая ложка нитроамофоски. Данным раствором проливаются лилии 1 литр на каждое растение. Также используется сброженный раствор коровяка. На 10 литров воды добавляется 1 литр раствора. Данным раствором проливают лилии 1 литр на каждое растение. Также хорошо отзываются лилии на подкормку древесной золой. Такая подкормка применяется периодически в небольших объемах весь весенний сезон. Не рекомендуется использовать в качестве удобрений для лилии свежий навоз или коровяк. Такая подкормка способствует появлению различных инфекционных и грибковых заболеваний. К тому же агрессивная микрофлора данного удобрения способна вызвать быстрое гниение луковиц и гибель всего растения еще до начала периода цветения. Для весенней подкормки лилий я буду использовать настой перепревшего куриного помета и зольный настой, который готовится очень просто. В пол-литровую банку высыпаем 1 250-граммовый стакан золы. Зола должна быть просеянная. И заливаем кипятком. Настаиваем сутки. После чего настой разводим в 10 литрах воды и проводим подкормку. Вносим 1 литр раствора на одно растение. Стоит учитывать несовместимость азотных и щелочных удобрений. При соединении они выделяют аммиак, который плохо влияет на растение. Сегодня я буду применять зольный раствор, а через 10 дней я буду применять настой куриного помета. Также это относится к настою кровяка. Если у вас нет органических удобрений и вы будете применять в качестве азотного удобрения, к примеру, аммиачную селитру, то ее также нужно использовать с интервалом в 10-14 дней после внесения зольного настоя. Настой перебревшего куриного помета я готовлю так. Засыпаю пол ведра куриным пометом. Все это заливаю теплой водой и настаиваю приблизительно 5-7 дней. Как только настой перебродит, он готов к применению. Для подкормки добавляем 1 литр настоя на 10 литров воды. До периода цветения лилии подкормки этим удобрением я провожу в среднем 3 раза с интервалом 2-3 недели. Также благотворно влияет на дальнейшее развитие цветения лилий мурчирование. Можно использовать как компост, так и перегной. Я буду использовать перегной. Мы надеемся, что наши подсказки вам помогут вырастить красивые и пышно цветущие лилии. На этом все. Подписывайтесь на канал 7дачи. Задавайте вопросы в комментариях. Ставьте лайки. Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok